Вы смотрите ток-шоу «Политика сближения. 30 лет успеха. Прошлое и будущее». Какую роль эта политика играла в становлении Евросоюза на протяжении последних трех десятилетий, мы обсудим в нашей программе. «Политика сближения — главный инструмент Евросоюза в вопросе снижения неравенства. Ее задача — поддержка стран ЕС и отдельных европейских регионов. Касается она не только беднейших государств Евросоюза, но и беднейших районов богатейших стран. И, как показывает практика, от политики сближения все регионы Европы только выигрывают». «Возможно, вам не так часто приходится слышать об этой политике. Но чтобы понять, в чем ее смысл, вспомните, как часто вы слышите слово «занятость». «Политика сближения» могла создать по меньшей мере миллион рабочих мест в Европе с 2007 по 2013 год, то есть в том числе в период кризиса. То же самое касается инвестиций, научных исследований, инноваций, инфраструктурного строительства, развития жиркополосного интернета и даже доступа к чистой воде». «В начале нашей программы я рада пригласить Европейского комиссара по региональной политике Карину Крецу. Госпожа Крецу, зачем Европе нужна политика сближения?» «Я думаю, для политики сближения наступил исторический момент. В 2018-м мы отмечаем юбилей, и не должны забывать, что речь идет о финансовой солидарности. Вы заговорили о проектах в социальной, экономической сферах. Я думаю, с политической точки зрения это хороший знак, и мы получили его в преддверии принятия бюджета на период после 2020 года». «Политика сближения в наибольшей мере связана с повседневной жизнью людей. Она должна приносить пользу не только бедным, но и богатым регионам, как вы сами сказали. Вы знаете, что бедность и безработица все еще остаются в числе наших главных проблем. Мы должны быть более сплоченными. Так что спасибо вам, что пригласили нас, и спасибо, что пришли». «Спасибо вам за то, что приняли наше приглашение. А сейчас я рада пригласить на сцену премьер-министра Португалии Антонио Кошту. Господин премьер-министр, расскажите о достижениях политики сближения в Португалии. «Трудно за две минуты подвести итоги 30 лет политики сближения. Но мы видим ощутимые результаты, например, в том, что касается детской смертности. В 86-м году, когда мы присоединились к Европейскому Союзу, этот показатель в Португалии был на 20% выше, чем в среднем по Европе. А сегодня он ниже, чем в среднем по Европе. Экономические различия между богатейшими и беднейшими странами ЕС сократились на 70%. Португалия испытывала структурный дефицит в сфере образования. Нашим работникам не хватало квалификации. Сейчас ситуация стала лучше, несмотря на кризис и меры жесткой экономии. С 2004 по 2016 годы с 35 до 12,5% сократилось число детей, бросивших школу. Доступнее стало высшее образование для граждан от 30 до 34 лет. Этот показатель вырос в 17,5 до 35%. Это значит, что несмотря на многочисленные экономические трудности, несмотря на необходимость адаптации к новой экономической реальности, курсу евро, несмотря на расширение ЕС и глобализацию, политика сближения играет первостепенную роль в развитии Португалии. В ее превращение в более развитое, гармоничное государство. Госпожа Крецу, пример Португалии очень любопытен, не так ли? Да, конечно, Португалия – это хороший пример того, как можно использовать европейские фонды. Это первая страна, куда я отправилась, став комиссаром. Выбор пал именно на Португалию, поскольку это было единственное государство, которое потратило все деньги из фондов за год до окончания программы. При этом португальцы потратили деньги с умом, реализовав замечательные проекты. Теперь я хочу пригласить нашего специального гостя, главу Европарламента Антонио Таяни. Господин Таяни, только что нам рассказали о ситуации в Португалии. А какова роль политики сближения в строительстве Евросоюза в целом? Политика сближения играет ключевую роль. Так было, так есть и так будет. Многие страны, которые сталкивались с разными проблемами, видели, как фонды сближения работают на благо граждан ЕС. И для государств Восточной Европы эти фонды имели огромное значение, учитывая, насколько важна экономическая ситуация. Выступать в Брюсселе на первых ролях вы сможете, когда у вашей страны будет сильная экономика. Я думаю, что многие страны, в том числе те, которые сравнительно недавно вступили в ЕС, благодаря фондам сближения добились этой цели. Фонды политики сближения – это символ единства. Но это не должно быть единством ради единства. Сплоченность подразумевает оказание помощи другим странам. Когда таким государствам, как Германия, Италия или Греция, нужна поддержка в решении миграционной проблемы, необходимо, чтобы страны, которые получают деньги из фондов, проявляли солидарность. Мы, итальянцы, платим большие суммы денег фондам сплощения в других странах. И сейчас нам требуется помощь в решении вопроса с беженцами. Недопустима ситуация, при которой вы получаете деньги от Италии, Греции или Германии, и при этом отказываетесь помогать им в решении миграционной проблемы. Фонды политики сближения – это основа единства. Господин Таяни, я хотела бы поблагодарить вас и весь Европейский парламент за поддержку политики сближения. Думаю, сплоченность в этом вопросе должна быть похожа на дорогу с двусторонним движением. На мой взгляд, важно, чтобы страны не забывали о взаимовыручке, если они сами хотят извлечь большую выгоду из политики сближения и получить больше средств на развитие крупных инфраструктурных проектов. Для меня политика сближения – это цемент, который скрепляет Евросоюз. Я хотел бы прокомментировать то, что только что сказал господин Таяни. Политика сближения касается не только экономических реформ. Они и так глубоко укоренились в системе европейских ценностей. Политика сближения достигла больших и маленьких городов, каждой улицы Евросоюза. Это самое крепкое связующее звено между Европейским Союзом и его гражданами. А сейчас мы посмотрим видеообращение председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Дорогие друзья, я прошу прощения за то, что не могу быть сегодня вместе с вами, но заверяю вас, что с Кариной вы, как и европейские регионы, в надежных руках. 2018 год – это важный этап в политике сближения по двум причинам. Во-первых, политике сближения исполняется 30 лет. Есть повод отпраздновать это уникальное явление. Цель политики сближения в том, чтобы возможности жителей Европы не зависели от места рождения или проживания. Речь идет о солидарности и равных возможностях для всех европейцев, которые обеспечат рост нашей экономики. Эта политика обеспечивает 8,5% бюджетных инвестиций в ЕС. С 2013 по 2020 год за счет этой политики мы окажем поддержку более чем миллиону малых предприятий. Мы поможем 7 миллионам людей найти работу, а еще 9 миллионам получить новую профессию. Но мы не говорим о цифрах – миллионах, миллиардах. Нужно дать понять людям, что мы помним обо всех. Необходимо изменить жизнь граждан к лучшему. Во-вторых, это этапный год для политики сближения, потому что нам предстоит решить, каким будет бюджет Евросоюза в 2020 годы. Решение об этом будут принимать политики, а не бухгалтеры. Мы должны будем решить, какие энергоносители нам нужны и как ими себя обеспечить. Бюджет должен быть амбициозным, гибким и сфокусированным на те области, где европейские капиталовложения могут создать больше всего добавленной стоимости. В отношении регионов нам придется ответить на трудные вопросы. Нужно ли продолжать субсидировать все страны и регионы? Или нужно сосредоточиться только на слабо развитых странах, которые больше нуждаются? Принять такое решение просто, но на практике оно будет означать, что многие регионы и такие страны, как Бельгия, Дания, Ирландия и Франция и ряд других потеряют субсидии. Любое решение имеет свою цену и последствия для бюджета Евросоюза и для экономической ситуации на местах. Эти вопросы вы должны обсудить в вашей программе, которую я потом с интересом посмотрю. Вне зависимости от того, каким выводом вы придете, политика сближения ЕС должна по-прежнему использовать весь свой потенциал, как это происходило на протяжении 30 лет. Я в этом глубоко убежден и обещаю все для этого сделать. Спасибо и до свидания. Итак, это был Жан-Клод Дюнкер и его убежденности и обещания. Теперь поговорим о будущем политике сближения. Он высказал твердую поддержку политике сближения, а также откровенно признал, насколько сложно проводить ее без наших британских друзей. Сбалансировать бюджет без них будет сложно. Надо найти другие источники финансирования. У нас появились новые приоритеты, о которых уже говорил Антонио, такие как миграция, а также оборона, программа вооружения, пограничный контроль. До сих пор Евросоюз не занимался этими вопросами, и теперь нам предстоит определить, как мы будем решать их после 2020 года. Я полностью согласен с комиссаром Крецу. 2 мая Еврокомиссия представит новую программу развития. Мы должны определить политические цели. Конечно, мы должны бороться с нелегальной миграцией ради безопасности Евросоюза, как внутренней, так и внешней. Мы должны бороться с молодежной безработицей. Если мы хотим остановить волну популизма, мы должны принять решение по этим трем наиболее важным политическим вопросам. Для их решения нужны деньги, и политика сближения как раз предоставляет для этого нужный механизм. На политику сближения нужно выделить деньги, а также выработать правила, потому что это политика. Потому что политика сближения дается не бесплатно. Сам я верю в эту политику. Мы должны ее продвигать, поддерживать. Но мы также должны говорить получателям денег, что они должны делать, каковы цели программы. Потому что это не частные деньги, а деньги наших европейских сограждан. Прежде чем говорить о будущем, комиссар Крецу предложила своим предшественникам описать политику сближения с помощью одного крупного достижения в интересах Европы, которое было сделано в период их нахождения на посту. Не все из них, к сожалению, смогли прийти к нам. И те, кто не пришли, прислали нам видеообращение. Первая из них записана Моникой Бульф-Матисс, которая была комиссаром ЕС по региональной политике с 1994 по 1999 год. Давайте посмотрим. Таким достижением, конечно, был блестящий саммит 99-го года, где государства-участники договорились о финансовой стороне вопроса на годы вперед. Для меня было особенно важно, что мы смогли сделать структурные фонды мощным средством поддержки экономического и социального сближения. и что мы смогли отразить попытки государств-членов сократить финансирование. Также важно, что мы согласовали реформу структурных фондов, чтобы с одной стороны направить максимум средств в беднейшие регионы, а с другой — перестать субсидировать регионы, которые уже достигли среднего ПВП, доказав, что их структурное финансирование было успешным. Я надеюсь, что мы впредь будем продолжать действовать таким образом. И, глядя на это изображение, Мишель, я вижу, как вы дирижируете Берлинской симфонии тысячелетия, и надеюсь, что мы сможем гарантировать будущее структурное финансирование. Мишель Барния, присоединяйтесь к нам. Комиссар по региональной политике и реформе европейских конститутов с 1999 по 2004 год, а потом еще и по внутренним рынкам и услугам с 2010 по 2014 год. Пожалуйста, расскажите нам о вашем опыте. По-английски говорить необязательно. Вы могли бы и по-португальски. Мы должны показать, что культурное разнообразие, которое лежит в основе политики сближения, все еще живо. Поэтому я перейду на французский. Я запомнил лозунг, придуманный на первой конференции ООН по климату в 1992 году бывшим премьер-министром Норвегии Гру Харлемом Брунтланом. Думай глобально, действуй локально. Кроме этой прекрасной политики, я говорю о политике сближения, есть еще глобальное видение и конкретные дела на местах. Когда я занимал этот пост, я должен был, так же, как и вы сейчас, готовить бюджетные предложения. В интересах глобального видения мне приходилось спорить со всеми региональными делегациями, которым я очень благодарен, и с Еврокомиссией, защищая интересы регионов. Потому что в то время, в 2000-е годы, мы спорили с докладами, утверждавшими, что региональная политика бесполезна. Мы взаимодействовали с региональными организациями, такими как конференция приморских регионов. И они нам предложили идею, как согласовать региональную политику с повесткой дня Лиссабонского саммита. Это пример того, как можно вырабатывать общую стратегию на основе идей, предложенных снизу. Я вспоминаю об одном примере, который тесно связан с вопросом, которым я занимаюсь сейчас, то есть Брекситом. Это фонд мира, программа финансирования мирного урегулирования в Северной Ирландии. Моя предшественница положила начало этой программе, чтобы помогать диалогу, мирному процессу и сотрудничеству между Севером и Югом, между местными сообществами, пережившими тяжелый конфликт. Я запустил второй этап программы мирного урегулирования, включил ее в бюджет Евросоюза и отстоял ее. Мои преемники на посту продолжили эту политику. В связи с тем, что британцы собираются выйти из общего рынка и Евросоюза, я бы хотел, чтобы они сохранили этот фонд мира. Почему я говорю об этом так эмоционально? Потому что, когда я был комиссаром, моя первая поездка была в Белфаст. В Белфасте мне посчастливилось встретить двух человек, лауреатов Нобелевской премии, Джона Хьюма и Дэвида Тримбла. Они оба сказали мне одно и то же, одними и теми же словами во время моей поездки в Белфаст. Они сказали мне, мы сели за стол переговоров не благодаря Лондону, Дублину или Белфасту, а благодаря Брюсселю. Я никогда не забуду эти слова. Спасибо вам большое. Сейчас я хотел бы пригласить в студию человека, который в 2004 году сменил Мишеля Баргена по студии врокомиссара по региональной политике Дануту Хюбнер. Простите, сейчас я должен вас покинуть. Но прежде чем я уйду, я хотел бы поблагодарить комиссара Крецу за своевременную помощь, которую она оказала моей стране после разрушительного землетрясения 2016 года.